Да. По поводу мотивированного трафика, поподробнее, потому что слово употребляется у многих, практически всех работодателей, рекламодателей он запрещен, но в такой формулировке, которая четко говорит, что мотивированный трафик это тот-то, тот-то, тот-то. Простой пример. Рекламодатель платит за регистрацию. Платит за регистрацию. Соответственно, на каком-то другом ресурсе, да, некто предлагает халяву, например, бесплатный купон на скидку или там 20 бонусов в какой-то игре, либо 10 голосов ВКонтакте, но при условии, что вы зарегистрируетесь на этом сайте. Первый пример мотивированного трафика. У меня другой вопрос, ну, более такой, значит, все позволяют делать кэшбэк практически все? Ну, не практически все, но многие. Да. Соответственно, мотивированный трафик, это вот в этом контексте, это какой? То есть, если человек, ну, конкретно видит. Нет, это не совсем тот пример. Кэшбэк это кэшбэк. Ну, а он мотивирован, ну, то есть, человек мотивирован? Ну, а это кэшбэк. Ну, я понял, то есть, человек мотивирован чем-то другим, например, я им там что-то обещаю, не знаю, что, обещают человеку какую-то покупку, например, в шкафах. Ну, например, да. Ну, я не знаю, что можно. Ну, вот я вот прям, прямо сейчас не скажу, но, насколько я знаю, мы можем, в принципе, потом прям в системе посмотреть. Насколько я помню, в интернет-магазинах нет понятия мотивированного трафика. Есть? Есть? Есть, да. И нигде не написано, что это. Вот просто мотивированный трафик запрещен. О чем речь? Ну, давайте чуть попозже. Очень просто. Я могу ответить на слово, потому что на стороне рекомендователя работа, у нас купан, там был мотивированный трафик. Своем мейлу люди просто начали делать заказы. Откуда? Своем мейлу. Своем мейлу. И отказываться от них. Да, ну, как бы они делали реальный номер телефона, реальный номер доставки. То есть мы передавали этот заказ, служба доставки приезжала и понимала, что как бы нет левого. Но там больше мошенничество, да. Это может быть мошенничество, но такие еще были там… А если человек… Суть этого мотивирована трафика в том, что заказы рекламодатель, он в статистике получает, но они не опробуются как продажа. Да, я понял. Если я, например, собрал компанию с 50 человек, мы заказали у вас еду, и я получаю за это 10%. Это мотивировано, я говорю, ребята, давайте мы сейчас заберем ее и закажем на там 10 тысяч. Для чего там еды. Для вас это мотивировано трафик? Да. До скорей нет. Нет. Главное… Смотри. Хорошее пример. Девушка стилизм, да? Что? Девушка стилизм, да? Она вывешивает ссылку, говорит, если вы будете там покупать вещи по этой ссылке, то я готова. Вот пример яркий мотивированный трафик. Ты чем-то мотивируешь пользоваться? Ты даешь ему что-то. Да. И это запрещено. Тогда не в некоторых. В некоторых. Ну, вот вопрос в том, что нужно как бы четко прописать, что это мотивированный трафик, потому что под это слово может попасть даже витрина. Потому что люди находят на витрине, пользуются поиском, и которые мотивируют их покупать какую-то продукцию. Людей не замотивируешь покупать продукцию, которая им не нужна. Ну, вот. Нет, нет. Есть еще раз определенное слово мотивация. То есть это, ну, это нефти уже. Давайте к этому вопросу как бы на кофе-брейке, либо чуть позже. Значит, телефон на сайте, надо ли или нет? В принципе, я уже ответил. Вот. Если для задач SEO, для Яндекса в первую очередь, вам нужен адрес, да? Вот. То он нужен, и на него должен кто-то отвечать. Потому что могут позвонить. Вот. Яндекс может быть из налоговой. Ну, или из налоговой, да. Если, соответственно, телефон висит, чтобы был, да, то готовьтесь к тому, что вам будут звонить, если будет целевой трафик. И причем этот целевой трафик, он платежеспособный, да, он, ну, скажем так, замотивированный. Не совсем замотивированный, у него есть потребность что-то купить. Вот. Но по этому номеру, телефону, вам люди, в принципе, вы должны быть готовы к тому, что вам будут выносить мозг. Как на вашей витрине товаров купить новогоднюю елку, например, тот же пример. Вот. Онлайн-чат – это одно из решений, вот. И здесь можно рассматривать два варианта. Значит, как постоянный онлайн-чат, да, то есть кто-то из ваших, ну, кто-то из представителей витрины должен быть постоянного онлайна, чтобы отвечать на эти вопросы. Либо так называемый генератор лидов, да, то есть пользователь пришел, что-то запутался, нажимает на кнопку, отправляет вопрос, вы его получаете по почте, причем с контактными адресами, контактными данными вот этого посетителя, который запрос отправил. И, соответственно, вот у вас уже целевой контакт, с которым можно дальше работать и в итоге довести его до конверсии. Форма подписки. Ну, тут вот пример из той же «Черной пятницы», да. Много вебмастеров, купонщиков, витринщиков они у себя сделали на сайте страницы, оптимизированный под запрос «Черная пятница». И некоторые даже умудрились скопировать дизайн формы подписки с самой «Черной пятницы» и вставить себе на сайт. Ну, вот один из них рассказал, что там в четверг перед пятницей 100 подписчиков он собрал. Это целевые подписчики, целевые пользователи также готовы покупать. «Повышение конверсии до продажи» здесь, значит, можно много рассказывать, вот, но, скажем так, если вы сумели наладить какую-то коммуникацию с теми, кто есть на вашем сайте, неважно, через онлайн-чат, через телефон, через форму подписки, то, в принципе, его можно довести до конверсии, до продажи и до прибыли. Приведу пример несколько из другой отрасли. Значит, у нас сейчас среди вебмастеров, ну, компаний, которые занимаются привлечением трафика, есть партнеры, которые занимаются e-mail ретаргетингом. То есть на сайт рекламодателя ставится их пиксель на форму заполнения заказа. В тот момент, когда вводится e-mail, просто вводится в поле под e-mail, этот пиксель e-mail схватывает, схватывают ее куку, какие-то еще данные. И если пользователь, не выполнив покупку, не закончил, через час ему идет уведомление по почте, что вот вы были на этом магазине, у вас в товаре, в корзине такие-то товары, вы по какой-то причине не закончили там, ну, не завершили процесс покупки. Ну, если у вас какие-то там вопросы, мы могли бы вам помочь. Средняя статистика, что 90% людей эти письма открывают, ну, и больше половины покупку завершают. Соответственно, это вот пример из большого, скажем так, ритейла. На витрине вот эту вот конверсию можно доделать при помощи, ну, самый простой пример, онлайн-чата. К слову про трафик. Так, значит, это вот скриншот одного вебмастера, он разрешил вот им воспользоваться. Вот там видна черная пятница, как раз, соответственно, переходы. Кто из вас анализирует, давайте не так, у кого на витрине в районе 100 посетителей в сутки? А 200, 300, 400, а 50. А кого вообще витрины есть? У вас нету? А, у вас анализирует магазины. А, у вас анализирует магазины? Вот. Ну, а у кого хорошо какой трафик дневной средний? Индексированный. Я на прокладке сочетаю. На прокладке? Да. Здоровень? Банковская. А, банковская. Ага. Вот. Ну, вот там чуть ниже пример про него будет. Мы ему просто по SEO помогали очень сильно. Собственно, вы посмотрите, где у вас трафик бродит, куда он входит, куда приходит. Это, к слову, про анализ. Это карта посещения из Google Analytics. И тогда, в принципе, станет понятным, что происходит и почему не конвертится. Ну, вот, да, посмотрите веб-бизор, я уже про это говорил. Значит, от клика к действию. Как я уже говорил, с витриной вы переходите на сайт интернет-магазина. Не вы, посетитель целевой, получает вашу партнерскую куку. И в течение 30 дней, обычно, в среднем, у наших рекламодателей, этот постклик-куки период висит. Соответственно, можно посмотреть такой параметр, как время конверсии. Значит, это скрин тоже с витрины. Не с купонника, а именно с витрины. То есть, смотрите, в чем прикол, что называется. Есть время конверсии 9 дней, есть 10 дней. Ну, есть витрины, в принципе, на которых это там значение может доходить до 20 с лишним дней. Но в пределах, ну, вот здесь вот нет скрина, но здесь вот что-то, по-моему, вот это как раз здоровый заказ. Он там что-то после времени конверсии было порядка 20 с небольшим дней. То есть, про продажу. Ваша основная задача, как владельца витрины, добиться того, чтобы целевой посетитель по одной из ваших партнерских ссылок, не важно по какой, перешел на сайт рекламодателя и потом что-то купил. В таком случае вы будете зарабатывать. И если говорить именно об этой задаче, то ее вариантов решения, помимо кнопки купить на карточке товара, будет, вариантов решения этой задачи будет очень много и можно придумать их еще больше. Значит, к слову про целевой трафик, да, который вот здесь вот. Как вы думаете, это переходы с Яндекса, какой из этих запросов, какие из этих запросов целевые? Четвертый. Честой. Соответственно. Честой. Соответственно. Честой. Честой. Все правильно. Соответственно, вы это увидели в Аналитиксе? Достаточно просто это выгрузить. Загнать в проверялки позиций. Посмотреть, какие позиции есть. И за счет внутренней перелинковки просто ссылку в статье в новую поставить. Эту страницу по этому запросу можно вытащить в топ, чтобы переход был не один, допустим, а 10, например. Это вопрос про SEO. Значит, там вот просто в конце мы будем более детально обо всем поговорить, но это просто пример. Значит, когда витрина попала в Индекс, когда она уже собирает поисковый трафик, причем с Яндекса, что самое интересное, да, с этой семантикой уже можно и нужно работать. Причем для этого необязательно использовать внешние ссылки и, соответственно, деньги. Вот ваша витрина большая. Можно говорить сейчас про нее. Можно говорить про вот эти дорвейные витрины, да, которые можно легко и просто сделать для продвижения основной витрины. Вот у вас готовая семантика. Целевой трафик по целевым запросам. Я чуть ниже покажу пример интересный, вот как вот это можно сделать, ну, вместе с сайтом. Соответственно, можно сделать еще одну витрину, да, и вот таким вот образом прокачивать за счет той витрины свою основную витрину в поиске. Соответственно, вы бесплатно получаете больше целевого поискового трафика. Про тестовую продажу я говорил. Обязательно, ну, желательно, по крайней мере, сделать ее по большинству офферов. И если вы ее будете в виде статистики, значит, все хорошо, занимайтесь трафиком. Если вы ее не увидите в статистике, такое бывает, нужно разбираться, в чем причина. Про конверсию я уже говорил, чуть ниже еще скажу. Повышать ее можно и нужно. Можно вопрос по тестовым продажам? Да. Очень много этих партнеров, если каждый начнет проверять магазин, то у него будет там 100-200 тестов продаж. То есть, как бы, оффер не откажется, то есть продажи будут пустые и собрать. Ну, смотрите, просто как мы его тестировали. Да, то есть мы делаем заказ, например, в Ламоде. Ламода перезвонит в течение 10 секунд. Вы просто и говорите, что это был тестовый заказ, мы проверяли статистику, отмените его, пожалуйста. И все ок. И у них на самомате идет уже статус? Ну, не сразу, но идет. Про онлайн-чат на сайте, в принципе, картинка это все символизирует. Значит, форма подписки, естественно, должна быть не такая. Ну, это пример с интернет-магазина, с американского. Вот, но если говорить про форму подписки, достаточно указать e-mail. Имень не обязательно указывать, там, что там еще, фамилию, телефон, не обязательно. Вот, ну и сейчас посмотрим, что у нас со временем. Переходим к трюкам. Времени у нас еще много. Переходим к трюкам, которые реально работают. Которые мы некоторым мастерам советовали, особо, значит, производительным. Которые их реализовывали и получали результат. Значит, социальная авторизация и желание. Что такое социальная авторизация? Все примерно представляют. Вот, то есть на вашей витрине стоит кнопочка «Залогиниться». И там через Facebook, ВК, Twitter и так далее. Причем, там есть некая хитрость, что в процессе авторизации там нужно нажать кнопочку «Разрешаю». Ну, она там как бы у разных соцсетей по-разному сделана, но по сути дела разрешаю. И обычно пользователь жмет на нее, ну, не раздумывая. Ну, типа, если не нажмет, то не авторизуется. Разрешаю вам нечто. Вы, как владелец сайта, в данном случае, по-моему, он выступает как некое дополнительное приложение к социальной сети. Можете, например, твитнуть от его имени, что вы, значит, от его имени, да, твитнуть, что я залогинился вот на этом сайте, чтобы найти самые выгодные товары. Первый момент с твиттером. С контактом, с фейсбуком, в принципе, может быть то же самое. Это может быть пост на стену, статус и так далее. И, значит, вот пример статистики, скриншот. Значит, здесь социальная авторизация, обычная авторизация, без авторизации. То есть, как правило, при авторизации пользователь проводит на, ну, в районе 12 минут на сайте. Пусть он как социально авторизовался. То есть, ну, по сути дела, он замотивировал себя сам это сделать. При всем при этом вы получаете у себя в базе, ну, при правильной настройке, прямой контакт целевой, к которому, в принципе, в том же Фейсбуке, в том же Твиттере, в том же, значит, ВКонтакте можете давать какую-то обратную связь, ну, например, какие-то скидки появились у вас, либо какие-то новые товары, либо вы новый магазин подключили. Вот. И он уже будет, соответственно, знать, что вы не какой-то там неизвестный там сервис, а тот сервис, кому он разрешил с собой коммуницировать. Плюс при наличии совсем уже прямых рук у вас есть возможность при авторизации ВКонтакте либо в Фейсбуке получать доступ к друзьям. Вот. И, соответственно, как это, по-моему, называли на последней конференции Look Alike, то есть получать таргет по его друзьям. И там уже тоже можно очень интересные вещи делать. То есть в том же ВКонтакте, что в Фейсбуке. Я точно не знаю, как бы, но идея такая, что можно говорить, что вот ваш друг зарегистрировался там или там авторизовался там, и теперь как бы он балдеет от того, что пользуется этим сервисом. Сделайте то же самое и вы. Ну и самое интересное, что можно при этом делать, допустим, если он авторизуется через Twitter, то он автоматом становится вашим фолловером. Ну, фолловером вашего официального аккаунта. Если он авторизуется через ВКонтакте, он автоматически подписывается там либо на ваш паблик, либо на вашу, вступает в вашу группу ВКонтакте. Ну и в случае с Фейсбуком он становится фаном вашей страницы. Это все довольно-таки просто делается на уровне программирования и грех этим не пользоваться. Кто вот социальными вещами этим балуется? Ну и как результат? У нас совсем другой проект. У нас будет переследоваться встречи, но его на этом тоже не будет. О, ну, в принципе, как бы тема другая, вот. Но вот этой вещью надо пользоваться. Следующая вещь, про которую я неоднократно рассказывал, но до сих пор не встретил реализации, ну, за исключением одного проекта. Не, может быть, оно еще где-то есть, я просто не знаю. Значит, добавить в избранное. Да, ходит девушка по сайту, видит там красивое платье, красивые купальники, там все что угодно. И чтобы не забыть в следующий раз, когда придет в гости к своему молодому человеку и покажет ему свой ноутбук всем, что ей понравилось. Значит, чтобы добавить в избранное, опять-таки нужно социально авторизоваться. Вот. Соответственно, человек авторизовывается, он оставляет свои контактные данные, вам, правда, об этом не знает, но вы об этом не знаете. Соответственно, вот ваш целевой посетитель, который будет с большей вероятностью покупать. Ну, а дальше этими избранными можно его, опять-таки, через те же социальные сети доставать. Есть еще одна интересная тема, у нас тоже пока не сильно развитая, а это более развитые на Западе, так называемые виш-листы. Я вот на блоге Адмитаб про них писал. То есть у них там, ну, с праздником, с днями рождения следующая ситуация. Например, вот будет свадьба, да, жених с невестой выбирают то, что им нужно подарить на свадьбу. Ну, большой список. Там, ну, кровать, холодильник, стиральная машина, может быть просто машина, дом, поездка и так далее. И рядом приписывают стоимость, по-моему, даже есть сервисы, с помощью которых это все можно выкладывать и спамить френдом. Вот они выкладывают, друзья смотрят и выбирают, я дарю это, я дарю это, я дарю это. В принципе, на витринах можно реализовать нечто подобное с выкладыванием в социальной сети. И тут еще такой плюс, что, как бы, ну, возьмем абстрактную какую-то девушку, которая составила виш-лист, запустила это себе на стену. Друзья ее пошли по этим ссылкам и они также помечаются вашими партнерскими куками. То есть вы получаете, ну, много кликов с разных посетителей, много кук и с определенной вероятностью кто-то из них тоже что-то купит. То есть это еще один способ коммуникации, значит, с вашей аудиторией и, ну, по большому счету, вброс своих кук. При этом тут никаких нарушений нет. Вопрос у вас? Недавно были запустили сервис, или пришлись, то есть, ну, наименование не важно, что они хотят приобрести сразу после этого ссылка на этот магазин. То есть прям сразу можно им... Это в Рунате? Да. Запустили никакой вызыватель, буквально даст, например. Но уже есть такое. Ну, надо мне будет с ним связаться, поговорить про партнерство. Название, я точно не помню, 100% такое есть. Вот простой пример. Кто знает социальную сеть Pinterest? Ну, картинками обмениваться. Значит, ну, мне рассказывали историю, не знаю, насколько она правдива, но я склонен верить этому человеку. Значит, до определенного момента сервис был убыточен, потому что ел очень много, во-первых, ну, серверных ресурсов. Вот, нужно было где-то скрипты гонять, картинки хранить, ну, и человеческий фактор, то есть, там, программирование, там, разработка и так далее. И в определенный момент они додумались до того, что стали в картинке, ну, по тематике вставлять амазоновские партнерские ссылки. Вот, и там в чем ситуация. Если ты вставляешь свою партнерскую ссылку, то, как пользователь, то они ее не режут. Если ты вставляешь прямую ссылку, то они ее доводят до уровня партнерской, но своей. Соответственно, начинают зарабатывать. И, когда они это все внедрили, они просто стали настолько много зарабатывать, что никакие инвесторы даже перестали быть, ну, стали не нужны. Вот, то есть, в принципе, мест, куда можно вставить вашу клеить ссылку, очень много, даже в рамках витрины. И этим надо пользоваться. Еще один хороший способ, который работает до сих пор, пошло это все из интернет-магазинов. Значит, там вот, если внимательно в том же Вайнбрис или какой-нибудь еще там Ламоди посмотреть, там внизу есть это. Типа, такой зазывала, такая строчка, там, получить 500 рублей там за регистрацию. В принципе, то же самое можно сделать и здесь. Значит, что можно раздавать в качестве халявы? Ну, во-первых, можно придумать некую мифическую подписку, которая была платной, но первые три месяца она будет бесплатной для посетителей, которые зарегистрировались только сегодня. А подписка это на бесплатное обновление на скидки, там, на распродажи и так далее. Это первый вариант. Второй вариант, можно предлагать купоны на скидку. Уникальные, эксклюзивные, единственные, личные, там, на предъявителя, как угодно. Которых у вас, в принципе, есть в большом количестве от того же Admetada. Вот, можно еще много чего предлагать. Вот. Но в обмен подсовывать ссылку афилиатскую, которая вешает куки. Ваш куки. То есть, вы, грубо говоря, таким образом обменялись. У вас есть 30 дней, чтобы довести этого посетителя до конверсии, когда он уже является чуть подогретым. Вот. Ведь есть вариантов много. Либо персонифицированный e-mail какой-то, либо, значит, коммуникации через социальные сети, да через что угодно. Но, ваша главная задача, как партнера, как площадку, как вебмастера, это повесить на него, на потенциального платежеспособного покупателя в интернет-магазинах, подключенных к вам, вашу партнерскую куки. Вот. Значит, про красивые сниппеты. Ну, вот, кстати говоря, витрина-то она, в принципе, ее и не скрывали. Вот. И тут она совсем открылась. Значит, видите вот эти звездочки? Там помимо звездчик можно много чего еще вставлять. Вот. И вот эти вещи, это все пульт свое время рассказывал в одном из докладов, по-моему. Вот эти вещи очень хорошо влияют на кликабельность и выделяют, соответственно, ваш сниппет и вашу, ну, вашу страницу среди других страниц в результатах поиска. Вот. Делается это очень легко, там буквально-таки, а, ну, вот видите, звездочки разные бывают, бывают закрашенные, бывают не закрашенные. Там много символов, не помню, там как-то погуглить на эту тему надо. Вот. Ну, хорошая рабочая тема. Пример из недавней Черной Пятницы. Вот вебмастер, который разрешил статой поделиться. Ну, мы ему просто помогли советом, как это сделать. Значит, это как раз 6 декабря. Его витрина. И в тот день он получил по запросу «Черная Пятница» с Яндекса почти 500 переходов. Хотя, как бы, в топ-10 он не попадал. Это простой пример, как, манипулируя информационными поводами, можно собирать целевой тракт. Как вы думаете, как это было сделано именно с Яндексом? Яндекс.Детик? Не-не-не-не. Он встает, который добавлен на Яндекс.Новости. Нет. Это приход с органики. Что, никто не знает? Ну, примерно так, да. Ну, кто не знает, как бы палим еще одну тему. Значит, это с органики, а это был с топа блогов. Значит, был размещен обзор на ЖЖ. На каком-то. Ну, не самом крутом. Конечно, там до Лебедева далеко-очень недалеко. Вот. На каком-то ЖЖ. И потом, теми или иными способами, этот пост с этого ЖЖ вывели в топ основного ЖЖ. Ну, сейчас расскажу, какими. И это, по-моему, данные за 8 декабря. То есть, это пятница была 6 декабря черная, а этого 8 декабря воскресенье было. То есть, через два дня. Схема стара как мир. Я ее много раз рассказывал. Расскажу еще раз. Значит, берем трастовый ресурс, ну, типа какой-то ЖЖ, которая в индексе с ТИЦом. То есть, ТИЦ это как бы косвенно говорит про этот, про траст. Размещаем там уникальный контент со ссылками на свою целевую страницу. Ну, в данном случае прочел он пятницу. Ну, дальше ищем хэштег из топа. Не обязательно, это должна быть черная пятница. То есть, если в Твиттер зайти, ну, хотите, если после перерыва покажу. Значит, ищем хэштег из топа. Ну, там, например, сегодня это может быть или вчера, это может быть там какие-то риа-новости, например, да, которые были закрыты указом президента. Вот. Постим твит с жирного, хорошего аккаунта. Текст, хэштег из топа и ссылку на вот этот вот трастовый пост. Дальше покупаем дешевых ретвитов через визератор по 3 рубля. Соответственно, все это дает трафик. Примеры. Вот здесь вот. Или вот здесь вот. И, соответственно, профит, деньги, подписчики, поведенческие. Вот эта вещь реализовывалась чуть попроще. То есть, здесь не было посредника в виде ЖЖ. Яндекс в выдачу подмешивает данные с Твиттера. Если... Это разве целевой трафик был? Да. Реальная новость и черная новость? Нет, 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 нет. Мы говорим пример вот здесь. Здесь был нереально. Нет, но следующая картинка. Раз целевой вот этот. Здесь, в данном случае, скажем так, он не то чтобы целевой, здесь просто было в количестве. Я не могу говорить, что он был сильно целевой или слабо целевой. Слабо целевой. Но, значит, он просто висит в стопе в тренде и трафик собирает. Это один из примеров. Здесь немножко другой пример. Значит, здесь было сделано следующим образом. Была сделана страничка с черной пятницей. Опять-таки, в день, в черной пятницу, в день. Не накануне, а в день. Было куплено штук десять жирных твитов с хэштегом черная пятница, с хэштегом Black Friday. И со ссылкой на эту страницу. И каждый из твитов был отретвичен. То есть, там суммарно. То есть, был твит страницы, был ретвит и все это ретвит на странице отображается. И суммарно там порядка двух тысяч ретвитов было собрано. И себестоимость, что-то, по-моему, была порядка четырех тысяч рублей. То есть, там жирные твиты покупались в ротопостере, твиты в юзераторе и там где-то еще. Вот. Но факт в том, что в черную пятницу он трафик отжал. С конверсов там он, конечно, не в четыре тысячи, а чуть поменьше. Вот. Но, тем не менее, эксперимент был проведен и тему до сих пор жива. Значит, ссылки с обзоров. Ну, вот пример того, когда обзоры работают хорошо. Берем тот же ЖЖ, заказываем обзор вашего сервиса и говорим ему задание. «Найди у меня зимнюю куртку с доставкой по России и чтобы в это уложиться, ну, пять тысяч рублей, например». Напишешь «Хорошо, там мы тебе еще денег там добавим». Вот. Ну, он, соответственно, описывает процесс, как он при помощи вашей витрины нашел куртку за пять тысяч рублей. Теперь нужно еще уложиться в доставку. Ищет купон на бесплатную доставку на вашей же витрине среди купонов. Активирует этот купон. Доставка бесплатная. Все. В пять тысяч рублей наложился. Квест этот пройден. Он доволен. Куртка ему уже отправлена. Тут вот на следующей фотке чуть ли не в этой куртке фотографируется. Все это постится в ЖЖ. Если у вас есть желание и возможность лучше от такого не отказываться, этот ЖЖ еще попиарить внутри ЖЖ теми же твитами, лайками. Ну и в принципе все это аккумулирует трафик на него, а с него идет на вас. И по сути дела это условно бесплатная рекомендация пользоваться вашим сервисом с целью покупать нужные вам товары по выгодным ценам. Значит, на прошлой неделе в четверг. Да, да, в четверг. Все знают этого товарища? Нет? Но это главный в Яндексе, который за поиск отвечает. Вот. Александр Садовский. Он, значит, заявил на Ашмановской конференции в четверг, что с 2014 года ссылки в коммерческой выдаче, в коммерческой московской выдаче Яндекса перестанут работать. Значит, было много паники на форумах, там, кто-то говорил, что все, наконец-то мы сдохнем, кто-то говорил, нет, мы никогда не сдохнем. Я на эту тему даже у себя на блоге пост писал, но смысл в чем, что ссылки вот этот человек хоронит уже, ну вот я в интернете с восьмого года. С восьмого хоронят? Нет. Я вот четко помню, что с десятого года хоронят, уже три года подряд. Они в четверг году отключали, но у них резко ушлось выдача, они вернулись назад. Ну да. Ну, он на самом деле товарищ очень харизматичный. Вот. И всегда любит говорить, что как бы, ну, платные ссылки это зло, Сапа сдохнет. Был даже на эту тему мем, значит, то, что вы знаете, что Абрамович в сейп-то купил. Вот. И в фейсбуке был на эту тему мем, что Абрамович звонит Косте Леоновичу и спрашивает, Косте что за ерунда, Косте не знает, что ответить. И на последнем слайде череноги торчат из бетона. Вот. Ну, то есть Леонович вложился в сейп, а оказывается сейп скоро сдохнет. Вот. Потом был мем типа того, что Абрамович вроде бы как и в Янекс вкладывался, и у него есть доля, звонит Аркадий Вол, уже говорит, Аркадий верни все назад, либо мы вот этого товарища в бетон закатаем. Вот. Ну, шуток ходило много. Вот. Но, значит, мое личное мнение, мнение многих SEO-шников серча, не школьников, а тех, кто там год с 2005 зарегистрирован, соответственно, лет 8 занимается, что все это бред. Если они отключат ссылки даже в коммерческой вытаче в Москве, то может быть там в течение месяца что-то сильно перетрубится, но опять-таки найдется новая дырка, которую можно будет накрутить. Сейчас начнет крутить поведенческий фактор. Он сказал, кстати говоря, что за поведенческие факторы тоже будут наказаны накрутки. Но это хочет просто предупредить то, когда они пропутали момент с ссылками, когда все стали закупать. Ну, исходя из своей практики, могу сказать, что сейчас на Москву, что ссылки, что поведенческие, то есть что работа со ссылками, что работа с поведенческими дает очень хороший результат, особенно работа с поведенческими. То есть из топ-50 в топ-10 сайт юзератора можно вытащить за один апдейт поведенческих факторов. Ну, это где-то месяц в среднем. То есть у них идут апдейты ссылочные и апдейты поведенческих. И апдейты ссылочные и индексы идут почаще, а поведенческих пореже. Ну и вот где-то в раз в месяц в среднем апдейт поведенческих совпадает с апдейтом ссылочного и с индексом. Вот, возвращаемся к началу моего доклада, когда я рассказывал, про витрины и доноры. То есть на данном слайде приведена схема PR. PR это пейджеранг страницы. Хоть это и гугловский показатель, в Яндексе он есть аналогичный и означает некую начальную авторитетность страницы или ссылочный вес. Ссылочный вес, то есть как работают ссылки. Они с одной страницы передают ссылочный вес на другую. Либо с нужным текстом, либо без анкорно. Но по умолчанию, каждая страница, которая есть в индексе поисковых систем, в первую очередь про гугл, потому что я смотрю в витрину, у кого 100 тысяч товаров загружено, у кого 200. В Яндексе 200-300-500 страниц, а в Гугле те же 100-200 тысяч. Пусть не в основном в индексе, но тем не менее в индексе. Соответственно, каждая страница в индексе имеет ненулевой ссылочный вес. Если вы этот ненулевой ссылочный вес с витрины донора, ну, дорвея, грубо говоря, будете передавать на основную витрину, это будет очень хороший бонус при ранжировании, прежде всего, для получения низкочастотного трафика плюс помощь в индексации. То есть у вас на витрине номер 2 ссылка «Купить» ведет не на страницу интернет-магазина, а на страницу карточки товара первой витрины. Понятно, да? Или непонятно? Посетителя это не достанет туда-сюда, а потом он должен продвинуться. Здесь вопрос не в посетителях, а в ссылочном весе. Посетители должны пользоваться первой витриной, основной. Вот, значит, ну и пример, да, то есть, «Купить» ведет не на туда, а ведет вот сюда. Причем, если рассматривать вот этот вариант подробнее в «Ламоду», «Ламода» здесь может идти на описание «Ламоды» на вашей основной витрине. Не на саму «Ламоду», а на страничку «Ламоды» в вашей первой витрине. Вот, в принципе, там много можно что-то делать, вот. И, значит, по моим наблюдениям, я просто однажды разыскал в выдаче такую классную сеточку, таких, ну, скажем так, условно, витрин, они просто по другую тематику заточены были. Вот. И просто обалдел от перелинковки. То есть, грубо говоря, есть какое-то множество проектов. Да, запускается новый, ну, там автоматом практически со всех получают, ну, порядка миллиона ссылок на новый сайт, который тут же влетает в топ по низкочастотному запросу. И сразу собирают десятки и сотни тысяч трафика. Это, правда, все под Google, не под Яндекс. Значит, что касается перелинковки внутренней, все знают, что это такое для задач SEO? Или не все? Все? Ну, опять-таки, возвращаясь вот сюда, то есть, каждая страница в Индексе имеет ненулевой вес. Значит, не все страницы предназначены для того, чтобы их показывать в результатах поиска. Но какую-то, допустим, смысловую нагрузку, например, страницы контакты, например, они могут нести. Вот, то есть, создавая специальные страницы доноры там с тем или иным видом контента и ссылая с них на страницы другие сайты, которые продвигаются, за счет внутренних факторов, внутреннего ссылочного веса внутри сайта, можно этот вес на страницах продвигаемых усиливать. Таким образом, они получают бонус при ранжировании, при прочих равных условиях. То есть, вы просто не покупаете ссылки с внешних страниц, а проставляете их с внутренних, с своего же сайта. Понятно, да? Значит, и ссылки можно проставлять автоматом либо вручную. Вручную все понятно. Автоматом их можно проставлять, что они будут меняться на одной странице. То есть, с одной страницы ссылки там в каким-то периодом будут меняться и будут вести на другие страницы. А могут быть статическими. То есть, вы их как проставили автоматом на какие-то страницы, так они и остались. В чем плюсы динамических ссылок? Они хорошо работают на индексацию, на усиление индексации. Допустим, у вас где-то там в десятом уровне, ну, конечно, уж совсем грубо, хардкорно, но на четвертом уровне. То есть, в четырех кликах от главных есть карточки товаров, которые не в индексе. Вы, например, на главной странице опять-таки делаете какое-то облако тегов, и эти теги ведут рандом на вот эти страницы. Поисковый робот прибегает на сайт, начинает он с главной, видит вот эти вот страницы четвертого уровня в одном клике от главной, переходит про ним, индексирует, запоминает, все хорошо. Вот. Но за счет того, что ссылки меняются, поисковик при каждом заходе охватывает все большее количество товаров, но ссылочный вес как бы на них появляется и теряется, появляется и теряется при динамических ссылках. А если ссылка статическая, один раз ее поставили, она стоит, то она с течением времени накапливает ссылочный вес, ну потому что он бегает по сайту, перераспределяется из-за того, что у него там большая сложная структура. Вот. Со временем они работают все больше и больше плюс, и таким образом, то есть в течение времени низкочастоты трафик, количество растет. То есть, как я сказал, динамические ссылки для индексации, статические для ссылочного веса. Картинки на сайте, на витрине, их в принципе может быть очень много, потому что каждая карточка товара – это картинки. Они также являются хорошими ссылками. То есть их тоже можно и нужно делать ссылками. Куда это другой вопрос? Ну самый простой вариант. То есть ссылками с ссылками картинками, ссылки картинки они могут ввести на тот же, ну то есть туда же, куда идет кнопка «Купить». Это в принципе увеличивает конверсию с одной стороны, с другой стороны не нажимает и тут же попадает на сайт рекомендателя и тут же получает вашу куку. В принципе все. Первая задача сделана. Вторая задача – нужно добиться продажи. Статьи. Если вы размещаете в контентном разделе «Статьи», то вы также можете использовать ссылки на конечные товары, карточки товаров. Например, вы делаете подборку 10 самых красивых юбок стоимостью до 1000 рублей, найденных на этой неделе. Ну и там какая-то прелюдия, потом эти 10 юбок с прямыми ссылками на карточки товара и в конце там типа того, что там призыв купите и если хотите получать данные о низких ценах, подпишитесь на нашу рассылку. Вот. Убиваете таким образом троих зайцев. Во-первых, у вас появляется новая страница. Во-вторых, вы ссылаетесь на внутренние страницы и, скорее всего, туда будут переходы, плюс это помогает в их индексации. Ну и в-третьих, у вас еще там появляется форма подписки, которая при определенных обстоятельствах, ну с большей вероятностью, если трафик целевой вы пригоните, то он сконвертируется еще в ваших подписчиков. Значит, товары все. Товаров много. Там 100, 200, 300, 500 тысяч у кого-то загружат, у кого-то 600. По большому счету это 600 тысяч внутренних страниц доноров. И есть смысл разместить автоматом, но статические ссылки на новые старые какие-то статьи, чтобы таким образом увеличивать ссылочный вес на страницах статей и, значит, таким образом давать им больше шансов появиться в результатах поиска как можно выше и, соответственно, получить целевой переход с поиска на вашу витрину. Ну и, значит, такой совет, почаще отказывайтесь от динамических ссылок и использовать их ограниченным. Почему? Потому что каждый раз, когда они меняются, все, что накопилось за определенный период их нахождения, весеннее, теряется. Сейчас посмотрим, что у нас со временем. Ну вот как раз через 5 минут будет перерывчик. И поговорим про позиционирование. То есть, возвращаясь к тем кнопочкам Visa, MasterCard, WebMoney и так далее, да, значит, как вы себя спозиционируете, так вами будут пользоваться. В этом случае есть хороший пример с Aviasales. Все знают этот сервис? Вот. И так повезло, что мы с Костей лично знакомы с владельцем. Вот он тоже много интересных историй рассказывал. Но в паблике как бы звучит следующий. Помню их даже на сайте. Как оплатить билеты, как купить билеты в Aviasales? Aviasales не продает билеты, он только ищет. Фактическая покупка проходит на сайтах агентств, ну либо других сервисов, которые транзакциями занимаются. То есть, то же самое с вашей витриной. У вас на витрине нельзя товар купить. У вас его можно найти, и вы скажете, где его можно купить по этой цене. И этот момент очень важен, потому что когда к вам приходит как в интернет-магазин и не находит привычных элементов, которых есть в интернет-магазине, например, та же корзина, то, соответственно, пользователь уходит недоумений. И условно целевой трафик, условно почему? Потому что он платежеспособный, но он не совсем понял, как свою платежеспособность на вашем проекте применить. Он от вас уходит. Уходит и куда-то еще, туда, где, скажем так, его встретят, все объяснят, покажут, расскажут. И он, условно говоря, этому сервису доверится. Поэтому ни в коем случае нельзя витрину позиционировать как интернет-магазин. Как? Да. Про корзину вопрос. А кто-нибудь решил проблему, когда несколько товаров набираешь и в корзину кладешь на витрине? У тебя хочу не только джинсы, а там, куртку, ботинки еще. Ну, три, например. А они все из разных магазинов. Кто-нибудь решил, есть такой пример? Значит, я не видел примеров вот этой реализации, но есть функционал избранного, например. То есть это, по сути, аналог корзины. Значит, функционал избранного... Ну, пусть будет корзина. Господь с ней. То есть потом в итоге в корзине собираются там список товаров, да? И там где-то надо черным по белому написать, что мы не интернет-магазин, мы поисковик. Вот мы вам нашли, вот ваши товары. Переходите и покупайте. Этот в Ламоди, этот в Вайлдбрис, этот в Квэль, это там в Сапато. Нет, в Сапато нет, у нас не покручена в Сапато. То есть это там в Топ Брендс, это в Топ Тейлор, ну и так далее. То есть в данном случае я бы все-таки не советовал вызывать эту корзину, я бы называл, советовал вызывать этот список покупок или список найденных товаров. Ну, как это сделать, решать вам. Но функционал такой, да? То есть собрать все найденное там в корзину, там понравившийся, да, в список, виш-лист, неважно. Нужно сделать обязательно. А с виш-листом разве это способствует конверсия? Человек нажимает, выбирает желание. И забывает о том, что он хочет демену купить. В общем, нужно, чтобы он сразу добавил. Нет, он составляет лист и опубликует его в социальных сетях. Если он это делает, что купил. Ну, так надо ему сказать, чтобы он это сделал. Мне кажется, это развлекает конверсия. Ну, не буду спорить. Вот пример с виш-листом я не видел. Ну, он как бы его рассказывал. Как сделает тот, да? Система. Ну, в любом случае, да. Можно его потом будет доставать, писать ему тоже, знаете, товарища, с акция, которую он добавил и прочее. То есть вот так, может, ничего не купить, так вот добавил. И потом он постоянно про это упоминает то, что вы добавили, а не купили. Ну, да, простой пример. Селс, значит, есть, когда там ищешь билет, да, там на определенную дату туда-обратно. Там есть в результатах поиска, по-моему, можно ввести e-mail, чтобы получить письмо о том, когда они найдут, ну, перелеты по данным направлению туда-обрата по тем же датам, дешевле. Вот, пожалуйста, простой пример, ну, как получить контакт целевой. Где-то я на сайте видел, есть кнопку «Хочу в подарок». Есть «Купить», но это продают в интернет-магазине. Это в интернет-магазине, да? Да, «Хочу в подарок». То есть это то же самое обещают. Ну, по большому счету, да. Друзей, которые должны вам покупать подарок. Да. Да.